Такая... Времена, когда Россия могла безнаказанно уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, уже давно позади, отмечают эксперты. Сила обороны Украины активно уничтожает российские военные цели. Для ударов по тыловым объектам Украина использует дальнобойные ракеты, предоставленные союзниками Storm Shadow и Scalp, а также собственные модификации ракеты С-200 и беспилотники, включая усовершенствованные советские стрижи, которые способны поражать цели на расстоянии до 800 километров. У нас на текущий момент мы наносим довольно серьезные удары по военной инфраструктуре российской. Для этого используются разные методы. Первый, довольно простой и дешевый, это дроны. Ударные дроны, которыми мы закидываем на довольно большое расстояние. Были, наносились уже удары по Курскому аэродрому, по Сакскому аэродрому, ну по куче разных стратегических объектов. Это не просто какие-то там слова, а там уничтожались самолеты. Последние атаки по российским военным объектам хорошо демонстрируют возможности ВСУ. Так, на днях украинские силы обороны поразили штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. По заявлению ГУР погибли 34 офицера, включая командующего Черноморским флотом Российской Федерации адмирала Виктора Соколова. А в Курской области России 24 сентября беспилотники поразили местное здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод. Украина не может просто защищаться в одностороннем порядке. Мы должны уничтожать противника, уничтожать его логистику, в частности уничтожать штабы, органы военного управления, которые противник имеет на разных направлениях. Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ на брифинге. Параллельно Украина усиливает свою противовоздушную оборону. Защищенность гражданских объектов и инфраструктуры по сравнению с прошлым годом выросла. Воздушные силы сбивают не менее 90% выпущенных России ракет. Впрочем, возможностей пока недостаточно, чтобы поместить под зонтик всю страну, говорят эксперты. Поэтому вопрос предоставления новых систем ПВО, а также истребителей Ф-16 для Киева на переговорах любого уровня всегда в приоритете. Ф-16, те, которые мы будем получать, это в какой-то мере ответ на недостаточность системы ПВО. То есть это ПВО среднего радиуса действия и тире дальнего радиуса действия, в зависимости от того, какие ракеты нам передадут. Они могут собой заменить, ну, те самые на самцы. И когда мы получим эти Ф-16, мы сможем с фронта, с передней линии фронта, бросить километров на 100 самолеты и вертолеты противника. И тогда те системы, которые стоят и прикрывают наши войска на фронте, они могут быть перемещены на другие какие-то объекты. По словам аналитиков, Украина стремится снизить угрозу со стороны России и для этого наращивать собственные военные возможности. Так, в ближайшее время Киев рассчитывает получить от США дальнобойные ракеты Атакамс. Их радиус действия выше, чем у Storm Shadow или Скальпов и достигает 300 километров. Более того, сбивать Атакамс сложнее и для российской ПВО это будет практически нереальная задача, отмечают эксперты. Василий Понасюк для телеканала Freedom.